Олег, доброе утро. Доброе утро. Как ты сегодня настроен на сессию? После праздников конечно есть некоторая заторможенность еще, но пора начинать. Расскажи пожалуйста где ты сейчас находишься относительно твоего запроса, что произошло с последней нашей встречи? Так, с последней нашей встречи, кстати прошел уже почти или практически три месяца с первой нашей встречи. Мне кажется мы уже приближаемся к 100 дням, то есть моя цель системное оздоровление на 100 дней мы уже где-то можем даже подводить итоги. Единственное что у нас там несколько раз не получалось провести сессию и их бы было больше, но тот рубеж который был намечен он вот сейчас где-то и подходит. В прошлый раз я запустил свой эксперимент еще с питанием, там где я полностью исключаю для себя углеводы и пробую кето диету. Мне было интересно, но вот этот вот интерес который где-то там ты что-то увидел и он потом сидит в голове. Но его наверное мне лучше всего сразу где-то попробовать, чтобы он просто не отвлекал. Вот с кето получилось где-то так. Я не особо на него надеялся, но очень давно хотелось его попробовать. Я держался месяц и честно говоря было сложно. Было сложно по ряду причин. Первые там пару недель было нормально. Потом было пару неудачных экспериментов с рецептами. Когда готовишь много, оно не очень вкусно, но нужно съесть, потому что другого в общем-то нет и времени искать другой рецепт уже нет. И приходилось еще вот это несколько дней потом себя пересиливать. В общем впечатления остались неположительные. Сложно. Сложно перестроиться, сложно когда нет вокруг возможности просто взять даже тот же заказать обед, который полностью соответствовал моим диетическим вот этим вот потребностям. И все вот эта сложность, она к концу накопилась так, что блин, я начал много есть. Прям вот то, что нужно, но больше, чем нужно. И да. Потом в конце месяца я все-таки держал ее месяц. Под конец это уже были там совсем печальные дни. Я посмотрел анализ крови расширенный и понял, что стало хуже, чем было просто с ограничением без сахара. Вот. Поэтому я нашел свою где-то серединку золотую. И правда после того, как я вышел из кето-диеты, это где-то припало на уже первое-второе число. И там все еще много-много вокруг сомлазнов. И я прям сорвался и хорошенько наелся на всех тортов, пирогов и прочего-прочего. Но для себя я вот вынес, наверное, то, о чем я думал, что мне важно для себя отнести теперь сахар, добавленный сахар в категорию примерно как алкоголь. Я могу топить, но у меня нет никаких ни религиозных, ни других причин медицинских не делать этого. Но со временем мне просто перестало быть. Нужно... Я знаю, что это для меня токсично. Токсичнее, чем для других людей. Я хуже вывожу алкоголь из организма. И то же самое похоже у меня с сахаром. Уже. Может, это даже где-то при диабет. Я не знаю. Точного диагноза нет, но есть ощущение. Вот когда я понажирался сахара за последние несколько дней, и я снова чувствую себя настолько хуже, чем было без него. Это появилась и усталость больше, расфокусировка появилась. И тяжесть, вот общая тяжесть, она снова вернулась. То есть я ее привык, с ней свыкся. Когда отказался от сахара, я ее перестал чувствовать, почувствовал больше легкость. А теперь снова чувствую. То есть я понимаю, что для меня это... Сахар не смертельно, но это токсично конкретно для меня в какой-то большей степени, чем для других людей. И для меня это мой новый алкоголь. Ставя его в такую категорию, я понимаю, что для системного оздоровления себя, оставшиеся сколько-то лет моей жизни, сахар для меня будет как алкоголь. Это для меня что-то, что можно, но что-то, что приносит вред. И с такой позиции я чувствую, что мне будет к нему другое отношение. Другое отношение, да? И я помню, ты говорил раньше, что у тебя отношения формируются на основании, во-первых, какого-то практического теста, когда ты видишь, как это влияет на твой организм. И тогда у тебя складываются определенные логические отношения к продукту. Я так чувствую, что, скорее всего, где-то на уровне теперь уже результата вот этого теста, у тебя начинает складываться такое отношение к сахару. Скажи, пожалуйста, а что бы ты хотел именно как результат нашей сегодняшней встречи? Сегодняшняя встреча, наверное, оставшуюся часть наших встреч я уже бы посвятил планам, из чего будет состоять мой подход на 2023 год в рамках этого системного выздоровления. То есть уже составлять действительно свои какие-то привычки или антипривычки, список борьбы. И дальше, чтобы это был для меня как список действий на данный год. Позволь вернуть и сказал некий план, да, как бы антипривычки, список действий, и что бы это было как план на следующий год. Как бы ты видел, чтобы это было наилучшим образом для тебя? В виде чего ты бы хотел, чтобы это у тебя появилось на этот год? В виде списка. Как список, как список, да? А вот антипривычки, да, как бы они смогли помочь в составлении такого момента? Ну, это как пример с сахаром. То есть если я говорю, что для меня сахар – это мой новый алкоголь, значит, я ввожу это в какую-то категорию того, с чем мне нужно расстаться. Я чувствую, что сахар для меня – это больше привычка. А ты бы хотел, чтобы это было, вот эти антипривычки, как-то зафиксировано где-то? Или для тебя достаточно просто проговаривать и для себя, чтобы понимать? Как тебе было бы удобнее? То, что я проговариваю, это уже зафиксировано. Это зафиксировано в моем постоянном фокусе, интересе. Если я напишу это где-то на стене, то никак не повлияет на мой подход к моему отношению. То есть антипривычки где-то находятся у тебя на уровне уже сознания, где-то подсознания, а план просто будет отражением, что делать с тем, чтобы на этот год лучшим образом ты двигался в сторону твоего такого осознанного здорового жизненного поведения. Да, где-то так. Да, где-то так. Хорошо. Тогда я услышала, что для тебя важен план, как список действий. С чего хотел бы ты начать с составления такого плана? Может быть, пообсуждать что-то, может быть, с трудом для начала. Да, ну, первый пункт – это вот сахар, мой новый алкоголь. Второй, ну, в общем, я же определился для себя примерно три направления, в котором моя система работает. Это тело, то есть то, что мне нужно работать. Это моя энергия, то, что меня, в принципе, мотивирует двигаться дальше. И мой разум, чтобы он был в более позитивном и интересующейся состоянии, чтобы не было соблазна перейти в какой-то такой пассивный режим, чем проще для тела и для энергии, тем более одобряет разум. Потому что это все скатывается к тому, что, опять-таки, бездвижение и какие-то быстрые привычки по идее еще почему-то. Вот. То есть для тела для меня важно, чтобы сахар был ограничен, чтобы его, чтобы мое отношение к ним поменялось. Я понимал, что вот то, что я сейчас там, я могу это съесть, но это для меня токсично. Ну, не в той степени, как яд, но оно токсично для меня и с точки зрения самооценки, и с точки зрения элементов, которые поступают в тело. Дальше по энергии здесь, это связано и с разумом тоже, мне нужен какой-то список моих интересов, которые будут меня удерживать на каком-то пути развития, и в то же время быть достаточно, иметь элементы вкрапления вот такого интереса и расслабления. А чем это тебе поможет, вот эти вот элементы расслабления? Чем это тебе поможет на твоем пути вот к здоровому образу жизни? Чтобы не было, как вот сейчас, с кето-диетой. Она, в принципе, нормальная, еда довольно вкусная, но нужно очень напрягаться, чтобы набрать продуктов правильных, посмотреть эти все рецепты, приготовить, чтобы это не было однообразно и не было ощущения насилия над собой. А как бы ты хотел, чтобы это было в этом году? Ну, чтобы было, чтобы не было потребности вот этой компенсации. Потребности компенсации? Компенсация была включена вот в самый размеренный какой-то ритм. А можешь немножко вот подробнее про вот эту компенсацию? Что ты имеешь в виду? Я имею в виду, как продержав какую-то, грубо говоря, эксперимент, диету, после нее очень сложно не сорваться, не поблагодарить себя за пройденный путь, выполнив старые какие-то действия. Чтобы вот этого не было, или там слишком расслабиться. Я месяц что-то учу, сдаю какой-то экзамен, сертификат, а потом я не делаю ничего, не делю или делаю что-то, что совершенно выбивает меня из какого-то ритма. Вот чтобы не было вот этой компенсации, такого. Заложить себе правильный подход к рекреации. Такого плана. А рекреация что включает для тебя? Это маленькие компенсации, но они не должны быть, их должно быть достаточно в небольшом каком-то объеме, чтобы не было полностью выбивания из ритма, из процесса. И вот чтобы их было достаточно, ты говорил вначале, что ты бы хотел план. И чтобы их было достаточно, как ты думаешь, как можно было бы их с этим планом объединить или включить их в план? Здесь мне надо будет поработать наблюдением, когда они мне нужны. Потом придумать, что мне нужно, что мне поможет, попробовать разные варианты, эксперименты. И дальше уже как-то разметить оставшийся период, чтобы понимать, что вот здесь я примерно здесь, мне нужно будет вот эту маленькую компенсацию включить. Вот такого плана нужно будет сделать. Вот эти наблюдения, о которых ты говоришь, как они, хотел бы, чтобы они происходили? То есть сами по себе, или тебе будет комфортно как-то их планировать? Мне нужно их запланировать. Мне нужно их держать в каком-то активном состоянии, чтобы не забыть это сделать. Как сможешь это сделать? Если мы говорим о плане, да, вот в рамках уже подхода такого планирования. Да, я думаю, что мой план из тех задач, которые я себе, цели, которые я поставлю на 2023, там будут явно какие-то объемные цели, которыми я буду двигаться долго, больше месяцев. И вот определив эти цели, примерно их распределив, возможно, по кварталам, если они будут какие-то ограниченные по времени, или на весь год, я дальше смогу посмотреть, где они, возможно, пересекутся, и в эти точки попробовать запланировать этот наблюдение, эксперимент с рекреацией. А вот для чего тебе важно именно, чтобы в точках пересечения, да, вот их посмотреть, как они пересекутся, ты сказал. Почему именно там это важно? Я думаю, что там будет нагрузка одна и вторая, они будут усиливать друг друга, и тогда больше шансов не заметить перенапряжение, и не заметить вот этой уже срыва в overcompensation. Можешь поделиться вот основными блоками такими вот, которые ты бы хотел включить в план? Основными. Да, да. У меня на самом деле уже план плюс-минус обрисован, это он согласован и с рабочим планом персонального развития на 2023 я уже сделал, основные там части есть, и он согласуется с моим личным. То есть у меня важная задача для меня это улучшить его английский. Если говорить амбициозно, то до конца 2023 я бы хотел, чтобы это был C1 уровень. И попутно мне нужно мне нужно будет набрать 400 часов коучинга. Хочется, тоже амбициозно, до конца 2023. Это больше личные цели, которые согласуются с рабочими, профессиональными. Еще у меня есть по моим текущим обязанностям на работе цели это углубление знаний в автоматизации тестирования и через это улучшение навыков разработки. Это тоже амбициозные довольно для меня цели, которые я давно хотел достичь. и вот они все вот эти вот разработка английский и набор часов в коучинге, практика коучинга в каком-то моменте они могут где-то состыковываться и там будет начинаться небольшой, небольшой, не знаю, какой-то конфликт, когда у меня есть слишком много надо, есть семья и вот где-то там будет теряться моё хочу, моё отдохнуть. Как ты думаешь, а как можно было бы вот с помощью плана, да, по большей части снизить такую вероятность, чтобы такое произошло от критических точек? Как бы план тебе в этом мог помочь? Если брать от рабочих задач, то я вижу, что там есть этапы, когда идёт этап теоретического набора информации, то есть изучения чего-то, и потом этап первой, когда применение на практике происходит в виде пробы ошибок, закрепления на практике теории, и потом дальше идёт использование, рабочий период. Вот рабочий период, мне кажется, будет мне легче, но в этапе, когда я и что-то изучаю, и экспериментирую, практика ошибки, там будет сильно затратно. И если я распределю по этому году эти этапы, скажем, в начале марта я бы хотел что-то изучить и показать потом к концу марта результат, что я изучил, опрактиковал, опросил всех, поправил все свои ошибки и дальше готов это использовать. И вот дальше до лета я не учу ничего нового, я просто закрепляю через использование полученного знания на практике, увеличиваю скорость, увеличиваю качество, привязываю к остальным моим же существующим знаниям, связываю эти знания. Вот пока я использую что-то вот так вот закрепляю, я могу брать на себя больше в остальных аспектах, в остальных целях. Например, английский на этот период я могу взять дополнительные занятия и возможно поискать занятия коучинга на английском, чтобы скомбинировать их. Часы набора практики по коучингу и часы практики английского. когда я буду брать в работе следующую часть плана по обучению автоматизации, улучшению понимания принципов разработки, их паттернов, то там я снижу интенсивность в коучинге и изучение английского, вернусь к изучению автоматизации, а потом снова повторить этот цикл. То есть там, где я буду отдыхать от обучения в рабочем направлении, я могу брать больше английского и возможно даже делать какие-то подготовки к промежуточным тестам, проверять свои знания. Олег, скажи, пожалуйста, а как на эти основные твои направления наилучшим образом может наложиться действие по здоровому образу жизни? Там, где я буду, где моменты, где я буду сильно сфокусирован, я могу проседать по движениям, то есть по движности, снова где-то зависать на длительные периоды. А для меня еще один из пунктов антипривычки, который мне нужно, это усидчивость, она переходит какую-то границу здравости. Сейчас говорят, что sitting is a new smoking. Для меня это тоже актуально. Слишком много. Поэтому там мне нужно быть особо аккуратным и дозированным, чтобы не сорваться, когда я углубленного что-то увлеченного завяз, чтобы не сломать новые привычки, которые я хочу построить, а новые привычки среди должны быть чаще подвижности. А как ты сам можешь себе помочь в эти перехрестиях, хочется сказать, в эти узловые моменты? Для начала, конечно, как говорит, признание есть первый шаг к исцелению. То, что я это для себя понял, озвучил, оно является первым шагом то, что меньше буду забывать. Но здесь тоже, если я определю для себя вот этот таймлайн, бревной какой-то график, на котором я буду видеть, что здесь я запланировал больше активности, которая может ворваться в мою построение новых привычек. Здесь, возможно, мне нужно и добавить себе в календарь чего-то больше, чтобы оно не какой-то марафон, грубо говоря. То есть, если я говорю, что здесь я буду учиться, значит, я буду больше сидеть. Если я буду больше сидеть, значит, мне нужно сюда добавить какой-то интенсив по ходьбе, увеличить количество шагов, план по шагам на день. И тогда это будет мне где-то там оповещать на моих фитнес-трекере. И я буду помнить об этом. Вот. Так могу поддержать себя, попробовать. Это тот эксперимент, как раз, который надо сделать, например, в феврале, понять, подходит мне это или нет, работает или нет. Дальше, если не работает, что-то искать новое, если работает, оставить, работает хорошо. Я понял для себя, что системное оздоровление для меня, оно работает, когда оно несложное. Как с кето-диетой это было сложно, и оно сломало весь баланс. А простой отказ от сахара и ограничение продукта, в котором есть добавленный сахар, просто посмотрел этикетку и всё, взял, не взял, нам уже проще. Это простой способ, который мне за тот месяц, когда я это делал, значительно даже анализом крови показал улучшение путём простого применения. Вот такого хочется и в остальных моментах. Сейчас хочу тебя вернуть, можно поделиться. У тебя значительно ускорился темп, и ты поменялся, лицо поменялось. Когда ты говорил про то, что тебе удалось с помощью маленьких, не насилие над собой через эту диету, а через маленькие такие какие-то вещи, и как ты думаешь, какие ещё есть какие-то такие маленькие небольшие вещи, ты сказал про сахар, можешь его наблюдать, и это несложно для тебя, ты можешь это делать. А что ещё могло быть такими маленькими поддерживающими для тебя такими штуками, такими элементами ресурсирования для тебя? Ну вот хобби, хобби, кстати, это и в область рекреации, и в область энергии получения от того, что ты делаешь простое что-то, и это приносит социальное какое-то удовольствие. Хобби не лично сесть поиграть одному в игру, а там, где есть какое-то коллективное взаимодействие. Плюс подготовка к этому, к этим сессиям, она тоже, она требует времени и внимания, которое в противном случае я, скорее всего, потрачу на просмотр чего-то, аналитики, то, что не даёт мне не расслабиться, не веселит меня, не даёт никакой радости. Это просто поглощение, аналитика, аналитика, аналитика. И через дефицит доступного времени на аналитику это мне и поможет от неё как от сахара избавляться. То есть, это ещё одна антипривычка. Мне нужны небольшие хобби, которые можно делать без длительной подготовки. разрисовка миниатюр, где мне нужно учиться и учиться. Это то, что я уже умею, это то, что позволяет взаимодействовать социально, это то, что включает воображение, то, что позволяет смеяться. Вот таким антитактином, антипривычкой я смогу побороться с той аналитикой, которой я прикипел. Если мы говорим о плане, важно ли как-то в плане тоже отразить это? Как ты думаешь? Как для тебя удобнее? Да, да. Важно. Вот относительно тех узлов таких, да, вот сложных в плане, которые могут быть, где бы это размещалось ближе, дальше, в середине, в начале, в конце? Да, я бы хотел попробовать, сперва я хочу попробовать, чтобы там, где узел, где-то внутри давать возможность запланировать себе вот такой рекреационный ивент, какое-то событие, чтобы оно не полностью стягивало все, 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 вот сейчас я здесь сильно-сильно напрягся и потом когда-нибудь расслаблюсь, а иметь возможность сказать, я напрягся, но сейчас я встану, выдохну, переключусь, потом снова вернусь к этому напряжению, потому что вот эта маленькая рекреация, она не потребует от меня сильно долгого переключения, я не скажу, я пройду сейчас какую-нибудь игру и так отдохну от всей этой интеллектуальной нагрузки, которую я на себя взял, нет, так не работает, потому что я потом буду долго возвращаться, поэтому хочу попробовать сперва встроить в план небольшие события, которые позволят выдыхать. А есть уже у тебя какое-то понимание, может быть, примерное пока, что это могут быть за такие вот события? Я люблю настольные игры и есть опыт с ними, и я бы хотел сейчас выбрать несколько настольных игр, которые можно в семье или с приятелями проводить, и дальше уже если не получается взрослой компании, то в семье четко планировать, что там ребятки, вот я бы хотел здесь, чтобы мы поиграли, давайте запланируем, что-нибудь купим и проведем классный вечер. Вот такие два сразу вариантов всплывают, которые уже мне известны, которые легко организовать и которые не требуют от меня еще большего напряжения, чтобы научить новое, что-то разобраться, что-то освоиться, например, как кататься, ну, я же как корова на льду, поэтому это мне никак не поможет. Может быть, когда-нибудь и помогло бы, но сразу нет. Вот так вот. Олег, знаешь, я когда-то говорил про ресурсы, я все услышала, что все как бы из тебя идет, ты логически это понимаешь, это будет у тебя в плане отстроено, где-то будут напоминалки тебе, про ходьбу напоминать, где-то план будет напоминать, где-то ты сам. Скажи, пожалуйста, кроме твоего внутреннего помощника, может ли что-то внешнее тебе где-то помогать, может быть, где будут какие-то сложные моменты, может быть, что может быть внешним таким помогающими ресурсами для тебя? Ну, мне будет, конечно, помогать, если те действия, которые я делаю, они будут отзываться людям, с которыми я это делаю, или достигая каких-то успехов, я бы на себя за них поощрять, признавать, это как бы встроенные, уже встроенные балансиры, которые мотиваторы, которые позволяют двигаться, добавлять энергии, зажигать снова, вот, но я сейчас для себя открыл и даже силу коучинга и супервизии в том числе, я думаю, сессии, которые можно будет брать такие одноразовые, которые мне прям здесь и сейчас чувствую, что проваливаюсь, я могу брать эту сессию и могу разбираться с ней, думаю, мне тоже будет помогать, по крайней мере, я буду пробовать. У нас остается около 10 минут, в какую сторону еще важно посмотреть? Ну, давай уже будем закругляться и я следующие действия после сессии вот туда можно посмотреть. что нового сегодня узнал? Что берешь с собой? Знаешь, внутреннее состояние сейчас оно такое более как снова вернулся на какой-то путь. Пока не было сессии, было больше состояние такое, что с каждой новой послаблением себя, чувствуешь, я чувствую, что слегка схожу с тропы. Вот вроде бы я еще вижу ее, но тут я немножко приостановился, тут я немножко отдохнул, тут я немножко сделал шаг назад и нет вот этого вот отсутствия смотрящего все еще играет для меня роль. То есть смотреть самому за собой еще не так уж и просто на самом деле. Поэтому все-таки есть сила, есть понимание, ощущение, что есть сила в публичных как бы не обещаниях, а постановке целей и есть сила в том, чтобы обсуждать свои планы с кем-то. Что будешь делать по-новому теперь? Я ну если у меня появится большой запрос новый, возможно с этим годом связанный с этим планом я почувствую, что у меня амбициозные свои цели, они потребуют смотрящего, буду тогда думать про контракт с коучем, если будут более мелкие, то буду семье озвучивать, вовлекать семью, то, чтобы они меня поддерживали тем вниманием, которое помогает, потому что я понимаю, что помогает озвучить свои цели, проблемы и через озвучивание это выйти из цикла обдумывания неуверенности, когда озвучиваешь, ты делаешь манифестацию и дальше ты либо что-то пробуешь, находишь ошибку, отказываешься или получается и куда ты идешь, возможно приходит новое понимание новой дороги, внутри пока что не получается разделить себя от себя, поэтому манифестация самому себе, она когда-то работает, а когда-то нет, она работает, когда это какое-то достижение, я заберусь на какую-то гору, я не буду что-то попробовать эту диету, это работает, но там всегда есть какой-то результат, которого ты ждешь и после этого результата ты ждешь, что не надо бы продолжать, вот здесь можно себя как бы пересилить, у меня пока не получается самому себе озвучивать процесс, как то, чтобы поддерживать самого себя, вот это новое, и в принципе новое, если даже говорить про этот весь контракт наш, вот оно новое, казалось, что сам-то себя, я уже нормально понимаю, могу сам для себя быть гарантом чего-то, здесь оно проявилось так, что я вижу свои еще недостаточно сильные возможности, недостаточно развитые возможности удерживать себя на процессе, я понимаю, что я могу себя вытянуть в какое-то достижение, так, чтобы двигать себя в процессе, без создания еще привычки в этом процессе, и дальше на автомате двигаться, вот здесь еще мне нужно, мне есть куда расти, мне есть куда развиваться, возможно, после того, как я это разовью в себе, то мне уже будет легче это делать, может быть, когда не нужно будет манифестация, но сейчас не справился, чувствую, что не справился, чувствую, что недостаточно. Еще в ходе сессии ты говорил, что для тебя важно где-то, когда есть какой-то результат, его осознавать, отмечать и поощрять для себя, да, и я так понимаю, что когда это большие результаты, да, то оно как бы идет, да, а вот если это маленькие какие-то результаты, да, вот эти вот штуки, которые ресурсировать тебя будут, и ты потом с помощью них будешь что-то делать, может быть, не такое масштабное, как ты будешь себя поощрять, как, что будешь делать? Ну, у меня есть уже привычка, я пробовал опять-таки на уровне достижения какого-то, я там себе ставил горизонт на сто дней, когда я каждый день за что-то себя благодарю или признаю какую-то какой-то маленький шаг, который я считаю полезным, важным, хорошим. И с тех пор у меня появилось уже чувство из этих мелких вещей, за которые можно себя поблагодарить. у меня нет недостатка в этом. Скажи, пожалуйста, какой был план такой, знаешь, на следующую неделю ты бы для себя в рамках нашего контракта поставил, какие действия ты бы хотел сделать до нашей следующей встречи? Таблицу. Таблицу хотел бы сделать, таблицу, где будут видеографика, гант-чарта, мои примерно планы на этот год по тем задачам, которые я хочу, тем целям, которые хочу достичь, тем задачам, которые я хочу в рамках этих целей сделать, чтобы понять, где мне будет прям припекать. А как ты думаешь, что будет для тебя эффективнее? Сделать это на компьютере или сделать это от руки? Я думаю, на компьютере. Опять-таки прочее. Да. Можно легко редактировать, это значительно обращается. Хотя можно от руки просто набросать, но я уже привык к компьютерному. Что-то может помешать это сделать? Когда можно? На следующей неделе думаю, нет. Какие-то дополнительные ресурсы нужны или? Нет, нужно время выбрать и запланировать в календаре. Одну, две, два слота себе сделать с четким фокусом на то, чтобы это сделать. Когда сможешь сделать эти два слота? Когда у тебя будет первое такое? Думаю, вторник и четверг. Ближе туда к вечеру. После можно сказать, что ты эти слоты уже себе наметил. Вторник и четверг. Да. Отлично. Можем ли мы завершать как-то сейчас? Да. Спасибо, Александра. Не хватало встреч. Я хочу тебя на самом деле похвалить, потому что я про ракетодиету так только чуть-чуть читала, и в общем мне кажется, что месяц это такой тест, который ты молодец, да, целый месяц ты это сделал и сделал свой год. для тебя важно, как ты говорил на тех встречах, через конкретную практику, да, видеть результат, и тогда ты понимаешь, как двигаться дальше, поэтому, да, хочу тебя похвалить, ты большой молодец, ты это сделал. Спасибо. Сделал свои выводы, это круто. Хорошо, спасибо, тогда до следующей встречи. Хорошо. Пока. Давай. Пока. Субтитры